Доп-доп-доп-доп-доп Эй, всем привет дорогие друзья Ваше здоровье как всегда Сова на горизонте тоже желает вам здоровья Ну что ж Что я хочу сказать Мне хочу сказать, что мне решительно не нравится Как будто тут организовано Поэтому вот эту хрень я буду переделывать А еще если вы услышите какой-то непонятный грохот В процессе видео То это потому, что какие-то непонятные Ребята из ближнего зарубежья Ломают полы Прямо над моей головой Я так и не смог определить по какому конкретно Таймингу они этим занимаются Поэтому Как только я думаю, что я пережду Все тихо, как только я пережидаю Все становится очень громко Поэтому я сдолбался уже ждать В общем извиняюсь, если там будут какие-то посторонние шумы Итак Сегодня мы с вами отскочим в сторону И раздолбаем к свиням собачьим То, что здесь вот наверху у нас есть Здесь у нас есть такой некий блок Надо так сейчас только поверить, чтобы у меня В инвентаре Было место Места у меня в инвентаре, кстати, мало Ну да, это сколько успеем, столько и раздолбаем А еще я понял, что Суть по всему Космический лифт все-таки Повердется переносить Потому что место для него Не вполне удачное Так, что-то тут как-то у меня хреноват все работает Короче, место для него очень удачное Потому что Я не подумал о технической стороне вопроса Я озаботился только визуальной стороной вопроса Почему? Потому что раньше в космический лифт Можно было все закинуть руками Это потом они придумали эти запчасти Я что-то о них забыл совсем То есть, грубо говоря, по идее Этот космический лифт Если разработчики, конечно, не наплюют На всю эту динамику Связанную с ним Должен будет использоваться Для того, чтобы отправлять на орбиту Очень много чего-то Мы пока еще не знаем, чего То есть, вроде как там Будет на орбите что-то строится По крайней мере, чисто гипотетически Должно быть как-то так Если это действительно будет так То нам потребуется Что-то понадежнее В плане расположения Нам надо будет к нему Как-то эти ресурсы подвозить Которые он будет жрать И каким-то образом Соответственно Туда запихивать То есть, мне нужны будут Конвейерные лифты и прочее То есть, все то, чего у меня сейчас В данный момент нет Поэтому я думаю, что мы Его перенесем Но я пока еще не придумал куда Сегодня мы, может быть, даже и не придумаем Сегодня мы Озаботимся, в принципе, тем, что здесь происходит В районе этого космического лифта А тут-то заботиться Прямо, скажем, есть чем Сейчас я вот это вот доудаляю Не так-то просто Блин, не так-то просто Не так-то просто попасть Он попал вроде Попасть и не удалить Чуть лишнее при этом, при всем Так, мы избавляемся от вот этого потолка Потому что он неприкольный Он из неприкольного, непрозрачного материала сделан И в целом Нет никакого смысла в нем Поэтому Раньше когда-то я думал, что он есть Этот смысл Но тогда еще не было понимания Как дальше будет развиваться игра Теперь понимание есть И я лучше производство вынесу куда-нибудь Вот туда У меня там до хрена Место осталось свободного Мы часть производственного процесса Можем вполне туда выкинуть Никто даже и не заметит Так, ну место у меня еще чуть-чуть есть Я думаю, что еще как минимум Вот этот вот кусочек Мы можем с вами раздолбать Как минимум вот этот кусочек Мы раздолбаем Так, вот этот и вот этот Бум Так, ну конечно Новая переработка выглядит Прям крутяк Намного круче, чем старая переработка Кто скажет, что это плохо Пусть первый бросит в меня камень Так Это мы Уберем Это мы уберем Это мы уберем Так Есть у нас тут некий космический лифт И есть у нас некий кусочек этого Ладно Пока мы спускаемся вниз Отскакиваем, так сказать, в сторону Немножко И посмотрим мы сейчас вот на вот эту часть У нас здесь есть производство Укрепленных металлических пластин И ни к селу, ни к городу уровень Потому что он получается чуть ниже, чем вот этот И совпадает он у нас только Я сейчас покажу Тем, кто не помнит Хотя никто не помнит Тем, кто не знает Сейчас покажу короче тему Вот этот вот уровень Раньше был вообще самым высоким Если вы посмотрите старые видео То короче это было вообще крыша мира И откуда можно было только рухнуть вниз Торжественно Но потом что-то пошло не так И поменялось немножко Здесь к этому уровню у нас Присверлен ряд кусочков нашей базы Которые судя по всему мы видоизменим Здесь делаются по-моему Да, здесь делаются у нас суперкомпьютеры То есть здесь все три блока у нас По созданию суперкомпьютеров И еще кое-что По-моему вот там вот мы делали что-то для ядерки То есть в принципе вот этот вот слой Вот этот вот слой Он бесполезен Единственное что здесь было полезного Это производство укрепленных пластин Но я уже не помню За каким псом собственно эти пластины были нужны Потому что есть такая отличная от нуля вероятность Что мы сейчас Переделаем мальца тут все А именно подравняем вот этот вот слой С другим слоем С каким-нибудь Вопрос только с каким Потому что если мы конечно подравняемся вот с этим То здесь будет очень мало места Поэтому я склонен думать Что здесь мы его просто удалим Возможно А остатки от него перенесем Либо этажом выше Либо этажом ниже Либо вообще какое-то другое место Пока не знаю как это конкретно будет у нас реализовано Сейчас посмотрим Так Перед тем как мы посмотрим Мы пойдем вот по вот этому вот Кстати говоря Ну-ка скатик Скатик братишка Иди сюда Как ты тут летишь too Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так Скатик братишка у нас пролетает вот здесь Да Так стой скатик братишка Стой 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 не догоняя и догоню я приближаюсь по потихоньку так приблизился так то есть у нас есть ни хрена что случилось в чай вниз улетел на щебенье заканчивается вот так ладно мы отсюда посмотрим куда скатик братишка у нас полетит так скатик братишка полетит у нас прям вот в эту штуку я понял раскатик братишка полетит у нас сразу вот в эту штуку значит эта штука у нас должна быту здесь закончится все-таки мы тут немножечко думаем о природе теперь раньше мы как-то они не задумывались и теперь мы хотим на скатике летать через всю базу чтобы это стало возможным надо ему освободить сразу вернее не то что субай не застраивать те вещи где он может летать поэтому пока я помню существование скатика надо сделать вот так ну и подождать пока пойдет автосохрана так автосохрана спрашивал теперь мы возвращаемся к нашим баранам значит нам надо пройти по следу укрепленных пластин и посмотреть куда они собственно идут потому что вместе такое подозрение что и с укрепленными пластинами у нас тоже не все гладко они есть но ни для чего уже особо не нужны поскольку рецепты меняются постоянно и что там с ними случилось тоже не ясно мы сейчас проследуем так сказать по пути укрепленных пластин да посмотрим так они у нас разделяются на две части одна часть у нас идет вот туда проследуем за ним так что это за конвейерная лента 4 уровня еще так ладно и приходят они вот сюда а что это кварцевые резонаторы здесь у нас делаются так и делаются кварцевые резонаторы те же самые резонаторы которые у нас делаются еще вот там вот внизу и делаются они блин в четырех жалких заводах это конечно даже не смешно ладно так кварцевые резонаторы я понял они делаются зачем кстати говоря очень много кварцевых резонаторов так они делаются для того чтобы пойти вот сюда где из них и компьютеров делаются блоки управления так из них компьютеры делаются блоки управления но из блоков управления соответственно которых у нас тут тоже четыре ящика лежит потом делаются турбомотор правильно правильно турбомоторы которых у нас тоже хоть жопу и жуй по моему у меня этих турбомоторов здесь накопилось хотя не так уж чтобы и жуй хотя не погоди здесь полный турбомоторов у нас есть как минимум 13 тысяч штук но я думаю что на первое время мне хватит то есть все вот это вот можно тоже убрать так ладно а нижний куда идет так один у нас идет на бесполезную цепочку которую надо переделывать а ниже а это у нас идет еще даже не знаете от карточка дачка наверно хлифтов не придумали вот это было построено идет она поход на производство компьютеров которые тоже больше не нужны да не правильно я понимаю понимаю я похоже правильно да вот у нас идут укрепленные пластины хотя не погоди от поворачивают так лажа не идут тогда здесь укрепленных пластин нет а куда идут укрепленные пластины в таком случае или есть сидят только есть укрепленной пластины так креплены пластины идут вот сюда господи так потом что с ним происходит они идут на производство модульных каркасов вот та ночью а производство так а модульные каркасы у нас потом уходит уходит у нас потом модульные каркасы вот сюда где в итоге они приходят вот к этому сборщику из них делаются тяжелые каркасы ядрёноть матрёноть так ну то есть как бы это вообще все принципе не нужно потому что во первых у нас есть цех по производству этих самых тяжелых каркасов да или что тебе извиняюсь что я разбираюсь в этом во всем но поверьте мне я уже не совсем помню что конкретно здесь куда шло потому что таки два года прошло так у нас еще есть вот такой вот производства да где у нас этих тяжелых каркасов до хрена делаются у нас их здесь прям реально много очень много у нас делается этих самых каркасов они даже переполнились они делаются из облегченных каркасов облегченный каркаса в свою очередь так вот у нас кстати говоря и эти самые и пластины укрепленные да вот они туда идут каркасы и прочее так укрепленные пластины я делаю из чего то есть мне как бы просто надо чтобы они были а чтобы понять чтобы они были так ну-ка стоять просто можно так получиться что мы сейчас от поломаем а это все-таки надо так походу кстати говоря так наверное есть видимо все таки я на этих самых пластинах это и делаю да я посмотрим они погоди так это еще наверху ходит это что-то тогда непонятное так секунду так то есть он мне дальше вниз отводит пластина которая все-таки понятно все-таки здесь она короче говоря у нас проложена таким вот образом я понял значит мы используем эти самые укрепленные пластины производстве каркасов то есть это производство то в принципе мне нужно так если по-хорошему ну да получается что это производство мне нужно потому что на базе этого производства у нас делаются вот там вот внизу каркасы но оно нужно не то чтобы прям совсем именно вот здесь так если по-хорошему потому что все ингредиенты для создания этого всего у нас есть еще пойдем посмотрим нас есть вот тут у нас тут производится и болты и пластины металлические у нас тут производится из них соответственно в итоге получается нужный нам ингредиент в виде укрепленных пластин да железная пластина с винтами мы тут с этот самый скармливаем так допустим так допустим эти пластины нам надо отсюда будет увести я думаю что надо вместо вот этой вот огромной ленты которая идет аж через весь завод просто воспользоваться поездами а цех этот перенести вот сюда вот здесь вот если конечно влезет у нас есть как раз место здесь мы можем клепать эти пластины пока нам не надоест так сейчас тут так проверить чтобы у меня сюда встал ассемблер ассемблер сюда встает не вопрос ассемблер сюда встает место у нас тут есть и я думаю что раз уж так вот получилось его грех не использовать так здесь у нас чего так здесь у нас еще какая-то лабуда идет здесь у нас идут соответственно трубы так здесь у нас идут соответственно трубы так давайте-ка мы для начала у нас вот здесь вот внизу проложен такой вот туннельчик того чтобы не забыть что этот туннельчик здесь проложен мы давайте сразу этот туннельчик облагородим немножко так для облагораживания туннельчиком мы воспользуемся старым детовским методом а именно возьмем стеклянный пол и и пришпандорим его вот сюда это для того чтобы видеть во первых что там внизу есть туннельчик чтобы не забыть об этом так не наложится один на другой не наложится так хорошо теперь нам надо вот туда проложить его тоже так вот так так отлично с туннельчиком мы разобрались в этот туннельчик можно будет запихнуть ряд определенных каких-то лент которые мы можем куда угодно отсюда отправить так вот это вот херотень я потом переделаю потому что они красивые так теперь пришла пора заняться так теперь пришла пора заняться вот этим так что вот это такое это у нас пруты здесь производится и пруты из которых производится винты которые куда-то тоже идут хрен уже теперь выяснишь куда возможно кстати говоря даже никуда потому что все это потом доделывать переделываясь и возможно все эти винты у нас уже никому вообще-то не нужны так чё у нас здесь здесь у нас довольно не ну а в принципе еще ничего смотрится хотел сказать что смотрится так себе но в принципе это еще так нормально плюс-минус ну опять же плюс-минус конечно по хорошему я сейчас делал совсем иначе все это дело так ну а что ж сколько там стоит его изготовить я думаю что мы наверное можем изготовить так он у нас изготавливается так каким образом давайте смотреть значит здесь у нас несколько блоков по сколько штук по-по-по-по-двенадцать 250 болтов в минуту нам нужно и 90 пластин так а есть еще какие-то рецепты укрепленный пластина раз уж на то пошло вообще существует это какие-нибудь еще рецепты может быть так что-то я их вообще здесь не вижу так ладно подожди альтернативно сборная пластина что я не туда смотрю но я что-то вообще не вижу здесь пластин а потому что стандартная деталь у меня свернута так все теперь вижу значит у нас есть пластина из металлой резины есть пластина из проволоки и этого есть пластины из болтов есть пластина тоже из болтов просто этого всего нужно больше ну здесь у нас конечно напрашивается пластина из болтов потому что и болты и пластина у нас здесь имеются так это что такое можно сталь сделать из мотать тут сколько все добавилось то господи альтернативный медный ротор кстати говоря 4 такое чувство что нам проще поставить пару станций загрузить туда ингредиентов в другом месте из этого сварганить необходимые нам вещи либо конечно можно сварганить их здесь и запихнуть уже непосредственно железные пластины туда вот эти вот укрепленная их свою очередь уже отсюда вывести и использовать как мы того захотим ладно рецепт нормальный рецепт нормальный на получается даже 10 штук это две с половиной тысячи в минуту подожди я могу запитать винтов по всем стил поменяли так понял да этот рецепт то есть на одну ленту в данный момент который у нас сколько там 700 проводит я могу писать 500 750 три штуки то есть раньше видимо было до хрена теперь осталось хрен да не хрена то есть реально три штуки и все и делаться у нас будет 15 деталей в минуту я не помню какой был рецепт раньше но явно не такой так ну да потому что я от одного конвейера с этими самыми с болтами захреначивал 12 штук сейчас могу захиначить 3 ну тогда нам сах бог велел все оптимизировать раз такое дело сейчас мы это все будем оптимизировать и заодно тогда полностью избавимся от вот это вот ерунды за так сказать ненадобностью так здесь у нас идут болты у нас еще идут вниз так болты у нас еще идут вниз большом количестве так где-то там наверное в этом самом низу мы можем подключиться и перевести это производство так тут все не так просто ребята тогда значит смотрите где-то вот здесь вот так сейчас мы здесь дырку проделаем так здесь у нас идут болты а вот как раз они прям под этой хреновне и идут очень хорошо так ладно эти болты у нас идут аж куда-то вот туда так сейчас пойдем посмотрим нужны ли они вопрос так вот эти болты у нас идут далеко-далеко так тут идут 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 так и ну-ка вези меня идут 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 просто сейчас спускается вот здесь вниз зашибись потом они такие идут 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 хрена сия заморочь подожди то есть они у меня идут самое начало этого цеха после чего возвращаются туда откуда пришли так я правильно понимаю то что этот по наделанным я понимаю правильно так не винты нужны 130 винтов в минуту нам нужно для производства одного компьютера хотя каши странно винты пластикабель мне кажется они компьютеры потом переделают хотя может быть только суперкомпьютера может быть они обычный компьютер переделывать не будут то есть у нас три линии с винтами идут три линии с винтами которые должны обеспечивать все вот это вот потребление в итоге что у нас тут есть так ладно предположим не эти винты нужны но винты и вот оттуда заводить меня нет вообще никакого резона потому что нахрена проще эти винты взять где-нибудь здесь да и спустить в общем то вниз где мы потом сможем их использовать по крайней мере я очень сильно это надеюсь что мы сможем их использовать и вот эти вот крылья ангела я наверно заменю на просто пересекающие конвейеры потому что это слишком громоздко мы их можем заменить застроить сверху красиво стеклянными полами и будет выглядеть здорово сейчас что-то выглядит не очень по моему здесь кстати говоря строить интересно можно будет что-то мне кажется что вот эта штука находит и строить ее здесь будет нельзя скорее кстати всего так оно и будет так ладно если я все это буду переделывать а уже все идет к тому что переделывать я это все буду давайте тогда подумаем как нам довести винты и откуда нам их спустить чтобы это было посимпатичнее чем это реализовано сейчас возможно мы эти винты вообще не будем применять то есть до выхода патча я не буду чинить вот эту штуку потому что возможно это совершенно бессмысленно так винты мы можем взять вот отсюда куда-то их протащить я думаю что винты мы можем раз на то пошло знаете куда протащить мы можем их протащить до начала цеха то есть вот сюда вот это вот тогда у нас вообще не будет никак задействовано и здесь они у нас пойдут по на повод этим вот стенам ладно предположим я так хочу сделать если бы я захотел сделать так чтобы у меня получилось получилось бы у меня что-нибудь вообще вот чем вопрос так винты у нас уходят в так все дать посмотрим не у нас идут из этой линии так потом идут из этой линии потом идут и стоит мотать тут винтов кстати с винтами здесь вообще все очень хорошо винтами здесь прям прям волшебно я бы сказал так а под нами эта хрень есть вообще на под нами эта хрень есть так нами есть эта хрень это хрень есть под нами под нами есть эта хрень как же ее туда органичник это спустить получится ли у нас вообще это дело провернуть или нет так а до куда у меня будет доходить нефтянка нефтянка как раз до сюда и будет доходить то есть мне по-хорошему надо сделать вот так так давайте тогда мы начать сделаем давайте пока для начала хотя бы обозначим обозначим даже не прокладывая если просто обозначим откуда у нас будут спускаться конвейерные лифты так сейчас мы вот так вот сделаем потому что тут это вот верхней части скорее всего нам придется отказаться поэтому мы сейчас сделаем вот так чтобы было сразу видно где нам чего можно строить и где нам чувствовать нельзя так вот от этого мы тоже отказываемся здесь у нас сразу две придется распотражить так значит отсюда у нас пойдет кусок так идем дальше 4 4 линии с болтами у нас тут что но она раз уж у нас есть 4 линии с болтами уже и достраивать их не придется чтобы их собственно использовать комп это нам по любому нужно также как и супер компы потому что надо будет делать квантовые кампы и это все нам явно пригодится так хорошо есть у нас тогда раз-два-три-четыре объекта которые нам надо будет подключить нам надо будет а подключить и потом соответственно после этого затащить вот туда не спустить компом либо сразу спускать компом просто где-то вот здесь ну какая природа на наших фото что это такое вот почему почему это происходит постоянно так все значит пустите где-то вот здесь и дотащить соответственно куда-то вот туда так на если я и буду тащить куда-то вот туда то как это может выглядеть давайте посмотрим потому что вполне возможно это кстати гораздо интереснее будет его визуально будет гораздо интереснее смотреться да и вообще чем использовать вот этот туннельчик для того чтобы что-то туда затаскивать ну-ка у нас есть значит сам значит есть вот такая штука которая нам надо будет подключить болтецкие что у нас тут внизу скрывается а внизу у нас скрывается как раз достаточное количество места для того чтобы это можно было осуществить и тогда мы можем при помощи вот этого еще и красиво все оформить кстати говоря ну-ка давайте-ка посмотрим как это у нас может выглядеть так чтобы посмотреть как у нас может выглядеть мы возьмем прям самую первую хрень так и теперь нам надо будет ее пустить только наверное или я смогу пустить ну-ка я смогу построить а я смогу построить так хорошо значит мы берем и пускаем его только я не знаю на какая должна быть прозрачная не прозрачная так это поставишься а ты не поставишься до теперь так еще одна попытка значит берем девятку так поставишься сейчас так зажимаем и и так и спускаемся вниз так не пускаем ее теперь примерно до этого уровня еще или даже ниже спасаем до какого уровня надо будет ее опустить иначе сюда десяточку мы сейчас пока пристроим делать таких вот таких вот пола так и посмотрим насколько низко у нас зайдет там что возможно кстати даже еще ниже имеет смысл сделать это хотя не по высоте нормально получается а по высоте знаете почти подравняться вот потом все я бы я понял почти подравняться у нас там есть еще одна такая же хреновня вот по нее надо и равняться тогда сто процентов чтобы у нас было все это в одной паре а это сейчас скорее всего не совпадает хотя может быть уже совпадает еще посмотрим и тогда у нас будет нормальная система для перемещения и всяких прочих прочих излишков так здесь у нас уже хрень одна идет вместо нее тогда сейчас поставим такие вот ворота двойные условно так здесь у нас проходит мить если я правильно помню так значит теперь отсюда в обратном направлении по-моему они не совпадают ну-ка или совпадают что неужели совпало ну это прям рандом слушайте охренеть они совпали увидели что творится ребята просто охренеть охренеть то есть у нас взял и совпал уровень пола так это прям вообще зашибись слушайте так раз он у нас совпал значит вот сюда мы спустим конвейер с болтецкими так сюда мы спустим конвейер с болтецкими здесь кстати говоря можно будет какой-нибудь гиперлуп протащить если что но это будет позже я думаю что гиперлуп надо будет по всем этим вещам протаскивать уже уже через какое-то время не прям сейчас так с так с так с так с так с так как они у нас пойдут ну я думаю что они пойдут у нас вот так то есть мы типа вот до сюда наверное так давайте попробуем для начала так сделать так типа до сюда мы доводим вот эту вот хреновню потом здесь у нас будет непрозрачная такая вот штуковина вверх уходить так по бокам можно сделать и прозрачную я думаю сейчас посмотрим как это может смотреться и какую конкретно ее можно сделать так вот это мы удаляем внизу у нас тогда получается пойдут вот такие же окна сейчас мы поставим одно здесь одно тут так и сейчас у нас пойдет автосохран так автосохран у нас прошел дальше значит у нас получится как минимум по одной такой ерунде потому что по другому мы сделать не сможем а вот дальше мы можем уже вполне себе поставить и окна так вопрос только какие давайте поставим вот такие вот нет так только надо начинать не с того так надо начинать с дальнего потому что иначе я в него не попаду так давай сюда оба-на так и мы его доводим до самого верха получается хотя нет давайте не до самого верха мы его доводим вот до сюда после чего ставим там еще кусок фундамента так теперь здесь сделаем такую же историю значит доводим его почти до самого конца Ну и вот сюда ставим кусок фундамента Итого Если мы будем идти вот оттуда То у нас будет Раз, два, три, четыре Таких вот блок спускаться И по идее Выглядеть это должно Издалека красиво Другое дело, что туда сейчас нельзя будет никак попасть Но нам сейчас в данный момент Это и не нужно Потому что опять же повторюсь Возможно эти болты В принципе нам не будут нужны Мы не знаем как дальше будет развиваться Рецептура этого всего Поэтому мы просто доделаем Мы просто доделаем до такого вот уровня Чтоб у нас это все уже в принципе было Останется только немножко настроить И подключить Но подключать непосредственно пока не будем Так, вот так Так, это у нас тогда получается лишнее Все, мы просто сделали Ну типа у нас такой вот У нас домик получился Для маленьких Худасочных поросят Ну-ка Ну конечно отсюда видно, блин Надо было все-таки до конца продлевать Ну ладно Пока по крайней мере нам хватит Итого У нас значит получается Такая вот история Здесь Так, здесь у нас тогда пойдет Такие же окна Я думаю А что собственно Что бы их менять Так Так вот они у нас пойдут И вверху у нас пойдет Еще Двойной вот такой вот рядочек Все, хорош Значит отсюда мы будем видеть Что происходит здесь Какие там у нас конвейерные лифты Не лифты сделаны Конечно неплохо было бы Еще выход здесь Где-нибудь сделать Но система выходов Я думаю Будет скорее всего Скорее всего Потом делаться Уже на гипертрубах Их можно будет провести Через фундамент И таким образом Перемещаться нормально Потому что Без гипертруб Скорее всего Нормально я не сделаю Так, ладно Пока я не придумал Что-нибудь еще Мы сейчас Вот это вот заделаем Так И получился у нас Новый соответственно Спуск Для наших болтов Болтов Которых у нас тут До хренища Так Вот это мы пока Закрываем Самым-самым обычным Фундаментом Таким Так За счет этого У нас Ни хрена практически Не освободилось место Потому что Много чего у нас Ушло в дюраль И прочее То есть переносом Конкретно мы заняться Не можем Но так будет Смотрите Насколько так будет Лаконичнее И симпатичнее Чем было раньше Так Давайте мы теперь Избавимся от Таком случае Так Нам будет избавиться От вот этого блока Как минимум Наверное Вот до этого Момента Насчет дальнейшего Не знаю Надо будет избавиться От тех станций Еще И только после этого Мы сможем нормально Доделать здесь Нефтянку Ну и вот это Соответственно Надо будет Переделать Тоже по новому Окей Давайте мы тогда Пока займемся Массовым демонтажем Займемся демонтажем Поставим сейчас Какой-нибудь Какой-нибудь Складской Такой промышленный Конвейер Контейнер Контейнер Не конвейер Поставим вот сюда И переложим И переложим туда Например Дюралюминий И провода И в принципе Вот это Еще кстати Движки Надо переложить Но я движки Боюсь что я забуду Потом А движки Это прям вообще Очень ценная штука С которой Шутки плохи Так Что над нами Находится Так Над нами Находится Тут ерунда Так Давайте мы ее Так вот просто Возьмем И разничтожим Так Вот это вот Уберем Вот это вот Уберем Все таки Я перенесу Отсюда Космический лифт Хотел я его Оставить Прямо ровно В этом месте Но Суть по всему Нет Так Убираем Вот это Так И убираем Вот это Так Вот это Убираем Вот это Убираем Вот это Убираем И вот это Убираем Так Так, вот это тоже убираем. Так, это у нас, короче говоря, есть такая штука. Так, теперь мне надо пойти и посмотреть, что у нас здесь происходит. Так, здесь у нас происходят тоже ненужные нам вещи, потому что здесь будет обработка дополнительно и производство пластика, резинных, резины и прочих других вещей. Так, теперь убираем вот эту часть и вот эту. Так. С этим вроде разобрались. Так, что у нас там сверху? У, сверху тут прям вообще все как надо. Сверху тут прям вообще все конкретно. Так, убираем вот это. Убираем вот это. Так, и убираем вот это. Так, осталось у нас тут несколько НЛО. Так, где еще НЛО? Есть еще НЛО? Так, больше НЛО вроде нет. Так, все это дело разобрали, хорошо. Так, теперь разбираем тогда вот эту часть. Так, и немножко подосвободили наши нефтяные заводики. За счет этого. Так, хорошо. Значит, теперь можно потихонечку убрать еще и вот этот вот кусочек. Так, кусочек, кусочек. Здесь у нас был домик для маленьких конвейеров, который мы, соответственно, тоже сейчас уберем. Потому что на этом месте нам надо будет отстроить еще вот такое же производство. Прямо конкретно вот здесь. Заканчиваться оно тоже будет, как несложно догадаться, вот здесь. И нам нужно для него освободить место. В любом случае. Кстати говоря, вообще все очень интересно. Так, давайте мы сразу, не стесняясь, просто вынесем все вот это вот. Так, вынесем, 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 вынесем. Вынесем, вынесем, вынесем. Так, все отлично. Это мы уберем. Это мы уберем. Так, сейчас у нас тут будет куча летающих обломков. Обломков, обгрызков. Так, их тоже надо будет убрать. Пуру-пуру-пуру-пум. Так. Ну, места может быть... Не, на одну, кстати, даже не хватит. Не хватит даже на одну. Так, а что у меня с местом в инвентаре? Так, ну, место есть. Ну, зато становится намного прозрачнее все и красивее. За счет отсутствия вот такого потолка все-таки стекло, стеклянные фундаменты и прочее очень здорово добавляют игре визуальной составляющей. Потому что без него, конечно, было не очень весело. А с ним выглядит огнище. Когда-нибудь компьютеры дойдут до того, что это еще и тормозить не будет. И вообще будет шикарно тогда. Так, это мы забираем. Так, ну, в принципе, чего? Отсюда мы, получается, большую часть удалили. Так, продолжаем теперь удалять вот это. Залипательный демонтаж. Так, продолжаем удалять вот это. Продолжаем удалять вот это. Так, ну и, в принципе, практически с космическим лифтом мы сравнялись. Ну да. Так, этот блок по космическим лифтам у нас, в общем-то, полностью теперь ликвидирован. Стало гораздо свободнее. Прямо на порядок. Так, теперь идем сюда. И пытаемся ликвидировать немножко места, так, для того, чтобы у нас здесь поместилась будущая резиновая переработочка. По идее, я думаю, что еще пару блоков и все здесь уже поместится. Но, как говорится, это не точно. Так, плюс еще... Вот это же надо будет снести. Так, ну-ка, дождайте. Мы тоже сейчас унесем сразу отсюда. Так, и унесем, получается, вот остатки того, которые здесь образовались у нас. Вот это, вот это... Так, я все время хочу удалить космический лифт, потому что мне кажется, что это мусор. Так, хорошо. Значит, это мы сделали. Так, если мы будем здесь что-то перестраивать, здесь по-любому надо будет стекляшку переделать. Поэтому пока можно с таким вещами не заморачиваться. Так, давайте тогда удаляем быковые блоки и стены отсюда. Тоша, если не нужны. Как минимум, наверное, вот до такого момента. Так, и стираем что-то типа того. Так, ну и, наверное, в принципе, все. То есть на резиновый кусочек у нас, по идее, должно теперь хватить. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, вот так, так. Так, ну да, наверное, резиновый хватит. Сейчас мы еще вот от этого избавимся. Так, избавимся вот от этого. Ну и теперь надо будет, значит, в следующей серии переделать вот это производство. И продумать, как именно мы будем доставлять обновленные болты и металлические пластины для того, чтобы у нас все дальше работало. На стопроцентное производство мы уже делать не будем. То есть, по идее, нам сейчас надо было бы сделать отдельно на компы и отдельно на пластины. Но мы будем оптимизироваться. То есть, все, челлендж у нас, я просто для тех, кто только подключился, например. Челлендж на один суперкомпьютер в секунду мы сделали. Теперь я хочу сделать так, чтобы завод был как можно более эффективный. Поэтому без крайней необходимости мы не будем сейчас жахать кучу отдельных линий. И будем стараться сделать так, чтобы он поменьше тормозил. Потому что у нас еще новый тир ждет. И я думаю, что тормоза у нас усилятся в разы. Хотелось бы иметь какую-то небольшую возможность хотя бы еще играть в игру. А не только выключенное производство иметь. Поэтому как-то вот так. Ну, если будут вопросы, я еще в комментариях потом напишу. Ладно, на сегодня я с вами прощаю. В следующей серии мы тогда займемся переносом производства пластин. Причем всех и тех тоже. Я думаю, что мы можем гораздо компактнее все это сделать. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова